так в этом хадисе говорит про калий сарату самлята поддаму рамадан не опережайте рамадан постясь один день или два дня постом один день за день до рамадана поститься или за два дня если только речь идет не о человеке не идет о человеке который постится свой обычный пост соблюдает свой обычный посту пусть он его соблюдает этот хадис он четко указывает на запрещенность опережать рамадан встречать рамадан вот так вот по стя из-за день до рамадана или за два дня до рамадана если только если только этот пост это сын не совпадает с обычным постом человека например человек поститься по понедельником четвергом и как раз выпадают вот этот день за день до рамадана и за два дня до рамадана попадает как раз на понедельник на четверг это его обычный после поэтому он соблюдает его все сильнее запрет если речь идет о дне который называется и ему щетка день сомнения когда и сомнения это 31 шабана или это первый день рамаданы потому что были тучи на небе потому что не было видно это Тот, кто постится в день сомнения, то это грех, ослушание, ослушание Абуль-Касима. То есть пророка, как сказал Аммар б. Ясир, он сказал, Тот, кто постится в день сомнения, тот ослужился Абуль-Касима. Абуль-Касим это? Мухаммад. Мухаммад, Расуль Аллах, саллаллаху Абуль-Касим. Кто постится в этот день, день сомнений, тот ослужился посланника Аллаха, саллаллаху алейху салям. Аль-Ханабеля, ханбалиты, они считают, что в день сомнений следует поститься, потому что есть вероятность, что это Рамадан. Когда говорится, что есть хадис, где сказано, тот, кто постится в день сомнений, тот ослужился Абуль-Касима. И один из них, когда сказали, выразили ему этим, сказали, Аммар, но ясир, сказал так, кто кто постится в день сомнения, тот ослужился Абуль-Касима. он сказал амар но я все это сказал кто-то посидится здесь со меня слушался бурка 7 обурка 7 это самом а то есть ослушался амара вот что означает хадис тогда ему возродили сказали на амар его куния не обурка 7 его куния в ульяху за я план как вы знаете обуря куда а здесь сказано бурка 7 говорить ну наверное у него еще другая куния было авур касс то есть любым способом как-то найти оправдание какой-то путь для оправдания своего мазаба и уйти от текста от шарятского текста до некоторым людям присущие присущи фанатичная приверженность мазабу даже если это наперекор истине есть хадис дисказа из антасов а шарба соля с у яма оттайку на рамадан когда наступает середина шабана то нет поста пока не наступит рамадан нет с яма нету разы пока не наступит рамадан то есть если у человека до этого не было с у яма не было поста до середины шабана то тогда он не посетится уже после середины шабана есть такой тоже хадис вассуна но вырос мало таро он говорит здесь да в этом одессе говорит он после то есть явное указание на запрещенность опережать вот так рамадан постом в один день или в два дня если только это не совпало с обычным постом человека или если человек до этого подряд не постился не то есть он постился постился как раз на эти дни тоже что выпал пост он поститься если не было так что он постился вот подряд и на эти дни то же пришелся пост или это не совпало с его обычным постом то говорит она вы это аром аннау и говорит это харам это запрещено и это правильное мнение в нашем на зале то есть мнение о котором будет она у вас что поститься за день за 2 до рамадана если это необычный пост человека то это хукам этого запрещено понятно но запрещенность какая нежелательно бывает что хором новый говорит что правильно что это хором на основе этого хадиса также другого хадиса который приводится будауда его других когда наступает середина шабана то лясы ямец и яма пока не наступит рамадан если человек этот пост за день за два до рамадана он соединил вас предыдущими предыдущими днями то есть посетился до этого до или совпало с его обычным постом говорит он например простился человек по понедельникам и и так далее говорит он и человек соблюдает этот пост с намерением что это дополнительный пост не с намерением что на всякий случай вдруг это рамадан уже до его обычный пост и он соблюдается намерением что это тупо вон то есть дополнительный пост дополнительно своем тогда можно это делать соответствии с данным хадисом если не так то тогда запрещено и запрещено это новый если это непривычный необычный пост человека не соединил его с предыдущими днями там поста да то здесь тогда уже запрещено в любом случае день сомнения это или не день сомнения говорит он день сомнения просто входит в этот запрет говорит он потом упоминает что ахмад и группа ученых они считают обязательно поститься как как рамадан в этот день день сомнения если были облака при условии что были облака говорит он мы сказали с вами правильное мнение что поститься нельзя за день за два до рамадана поститься нельзя если человек соблюдает свой не соблюдает свой обычный пост да а поститься для чего на всякий случай вдруг это рамадан уже на всякий случай их театр он тогда это что запрещено если это просто обычный пост не его обычный пост а просто дополнительный пост него обычный просто дополнение просто не постился не постился тут решил за день за за до рамадана соблюдать такого дополнительный пост него обычный пост это не совпало там его понедельник и четверг да а просто решил дополнительный пост соблюдать не потому что на всякий случай что может быть рамадан да тоже что тоже запрещено тоже нельзя можно когда если это совпало с его обычным постом тогда можно что касается дня сомнения то здесь запрет что он еще строже потому что сказано кто сделает это тот ослужился абур кассе мы поэтому некоторые могли что вообще нельзя день сомнения поститься если это день сомнения то поститься вообще что что касается чем у сами на рахмала тали он говорит слова пророка салла лава рисом лято под дому не опережайте вот этот запрет от порок али сарату салам есть разные мнения среди улема этот запрет это тахрим это строгий запрет или макру или это нежелательно хором или тара есть улема которые говорят хором мы с вами привели мнение который упомянула новой почему они говорят хором потому что есть запрет на и пророка салла саром основа в запрете то что если есть запрет не делайте что-то основа тахрим также как в приказе если процессом приказывать что-то то основа что это вадик что это обязательно точно так же если есть запрет основа что это хором что это строгий запрет если только не доводов отводящих от строгости да есть у дома которые говорят что это лелькара то есть нежелательно нежелательно как бы то ни было горы через сами смотрите шей бусамин здесь уточняет проводит различие между ситуациями он говорит если человек поститься вот в эти дни за день за два до рамадана истия пан на всякий случай на всякий случай опасаюсь что может быть это рамадан уже наступил и поэтому всякий случай вдруг это уже рамадан то тогда вне всякого сомнения это аром тогда запрет лит тахрим то есть указывает на строгую запрещенность потому что амар ну ясер говорит в хадисе как мы с вами упомянули мансама лиом аллази и шаккуфи фа када саба лкасим тот кто поститься в день в отношении которого в отношении которого есть сомнения тот ослушивается а булькасима салла лавали его сына если человек просто соблюдает дополнительный пост на пост на фальта полон дополнительный пост тогда говорите ну сами запрет будет означать нежелательность они тахрим они строгую запрещенность почему на чем основывается 7 сами когда говорит это мы слышали свое мнение новой хоть из-за рамадана это делать хоть не за рамадана если это не его обычный пост хоро да че мы сами дать если за рамадана на всякий случай тогда хоро а если просто дополнительный пост тогда не хоро а нежелательно почему потому что пророк али сара тусаром делает исключение или радио или радио лунка на я сумму соума кроме человека который постится какой-то свой обычный пост и со впадает с этим днем сервисами гать если бы запрет означал бы строгую запрещенность тарим аран хорошо вообще запрещено то тогда вот это вот исключение для человека у которого обычный пост хорошо это исключение она не может отменить тахрим не может отменить хором она может отменить только что то что является нежелательным только какой-то нежелательный запрет это исключение для человека у которого это его обычный пост это исключение облегчает запрещенность облегчает запрещенность переводя из строгой запрещенности в нежелательность то есть на них наличие этого исключения облегчает степень запрещенности 7 сами приводят примеры как например субботу да есть хадис указывающий на запрещенность поста в субботу до или хадис указывающий на запрещенность поста в пятницу до выделять как-то пятницу постом там исключение есть для человека который если это не какой-то его что там обычный пост есть исключение вот смотрите само это исключение исключением что здесь является обычный пост обыкновение человека обыкновение человека это не такая веская причина чтобы тахрим строгую запрещенность переводить в дозволенность понятно или нет значит речь идет не о строгой запрещенности в хадисе а о нежелательности не может просто аль ада то есть обычное обыкновение человека обычно то что он обычно соблюдать это не может это не способно сделать халялям хором перевести хором халяль значит на и запрет лиль караа то есть указывает на нежелательность они на строгую запрещенность строго запрещено когда если человек делает это на всякий случай за рамадан поститься на всякий случай вдруг это уже рамадан слова пророка ли саратусами для радио наканая сумму саума кроме человека который постится какой-то пост то есть свой обычный пост например чем же самим говорит человек поститься по понедельникам и совпадает как раз вот день до рамадана или за два дня до рамадана совпадает с понедельником приходится на понедельник то в таком случае уже нет нежелательности это становится дозволенным почему темы сами обращать внимание такой нюанс смотрите какому фигу какому пониманию глубокому учит нас я бюсами факи нашего времени потому что здесь причина поста человека причина его разы становится уже явной он все знают или обычно знают чек поститься по понедельникам четвергам сейчас как раз что понедельник причина почему поститься она явная значит не допускает предположение понимание что он поститься на всякий случай для рамадана и так если за день или за два на всякий случай человек поститься за рамадан то это нельзя это запрещено если это не их театр не на всякий случай а просто дополнительный пост тогда это вокруг тогда это нежелательно а если по причине совпадает с его обычным постом известная причина то тогда это рукам этого уже что я из то есть дозволено почему потому что причина здесь наличие вот это явные причины не допускает понимание что человек поститься с намерением на всякий случай поститься за рамадан то же самое что мы говорили по поводу запретных для намаза времен запрещенный для намаза времена если было исключение каких намаза помните есть определенные времена в течение дня когда нельзя совершать нам дополнительно нас не совершается кроме делать исключение для каких намазов каких завод у нас баб намазу у которых есть причина например то это у нас ты человек пошел мечеть причина совершать намаз приветствие мечеть исключением являются намазы имеющие причины почему да потому что наличие этой причины не допускает понимания что этот человек поститься возвеличивая солнце или уподобляясь молится возвеличивая солнце или уподобляясь кафером уподобляясь неверующим потому что есть явная причина почему он совершает намаз так и здесь через амин говорит что основываясь на этом хадисе имам ахмад делает вывод о слабости хадиса из анцессов а шабан фаната сумму когда наступает середина шабана то не посетите а пока не наступит рамадам основываясь на вот этом хадисе алисе нашей главы имам ахмад делает вывод о слабости того хадиса и говорит что этот второй хадис он щаз щаз что значит щаз противоречит более достоверным хадисом то есть если сам он и достоверный пояс надо по цепочке передачи или хорошие по цепочке передачи но противоречит более достоверному хадису поэтому щаз говорит имам ахмад мы сейчас не говорим действительно хадис час нища с не об этом речь хадис хороший или достоверный на самом деле он не противоречит этому ходицу не противоречит этом у них сюда за день за два не постятся запрещено либо нежелательно либо строго запрещено после середины шабана да нет нежелательно поститься опять же это не противоречит этому одессу нашему не противоречит этому если человек до середины шабана не постился то уже начинать ему после середины шабана что поститься до соблюдая дополнительные посты нежелательно поэтому на самом деле противоречия нет чтобы сказать что это одесса с противоречитому одессу и противоречит как бы то ни было что нас интересует что имам ахмад говорит одесс когда наступила середина шабана не проститесь до начала рамадана один час потому что противоречит вот этим вот адресом более достоверным отсюда говорит себе самин я делаю такой вывод что значит шанс одесс противоречащий более достоверным и потому слабый то не обязательно когда речь идет об одном одессе когда в одном каком-то ходите есть несколько версий и версия кого-то из передатчиков противоречит версии более сильного передатчика или группы передатчиков тогда говорят эта версия какая сейчас то есть она отклонившаяся противоречащие более достоверной версиям а те версии они достоверны не обязательно что когда речь идет об одном одессе бывает час бывает час когда речь идет о разных одессах когда совершенно другой ходить противоречит какому-то хадису более достоверным и тогда говорить про этот хадис сейчас тоже может быть понятно или нет никогда речит об одном одессе когда речь идет о разных хадисах исходя из этого мы говорим что этот хадис из антасов а шабан когда наступила середина шабана он одесса почему потому что он противоречит вот этому вот хадису а именно словам пророка ли саратов сарам который сахих а для тапа даму рамалан весом и я умею меня и умея не пережать и рамадам постом один день или два дня опять сервисами говорит смотрите какой фиг так вот например когда изучаешь но становится очень ясно сурульфит иногда люди говорят сложно понимать у сурульфит когда проходят какие-то книги по сурульфит а когда вот так он например но очень понятно итак все плюс амин говорит то есть исходя сказано говорим хадис к наступать сильно шабана он сейчас потому что противоречит хадису которые здесь правильно почему противоречит противоречит потому что здесь за день за два только запрет поэтому говорят они не может быть что после середины шабана уже запрещено зачем тогда говорить за день за два если самую середину шабан уже нельзя да но кто-то может возразить и сказать дяляля то есть указание в которое вот в этом ходите лято полному рамадан не опережайте рамадан указания за день или за 2 указывает этот хадис на то что значит раньше можно правильно за день за два нельзя раньше можно это понимается из хадиса можно так понять да если сказано за день за два не переживайте значить раньше этого можно а в ходите другом ска после середины шабана нельзя правильно поэтому тут ходи сейчас но кто-то может возразить вот это вот этот вот здесь не опережайте рамадан постом за день за два оттуда извлекается вывод что значит раньше можно поститься этот вывод какой прямо указываемый в этом хадисе прямо указываемо называется произносимое они все называется мантук нет это уже извлеченный вывод правильно это уже извлеченное значение это называется мафум это не мантук у текста может быть мантук что такое мантук прямо указано озвученное значение а бывает на фум когда прямо так не сказано но понимается из хадиса это называется мафум этот вывод что значит раньше можно он что такое мафум этого хадиса одесса не опережайте рамадан за день за да хорошо одесс и антасов а шабан когда наступает середина шабана фалята сумму не поститесь да здесь указание какое здесь указание мантук то есть вот такое прямое озвученное указание озвученное прямо указание специалисты науки у руль фигу сули он они говорят что дарят уль мантук указание которое прямое озвученное ему отдается предпочтение перед указанием каким мафум извлекаемым пониманием дается предпочтение понятно или нет тогда что получать тут мантук тут про прямо прохсусом говорит озвучивает говорит не поститесь посередине шабана а в том одессе же не говорит просто сам поститесь посередине шабана можно нету просто горит не опережайте что за день за 2 отсюда уже извлекается вывод это называется мафум если есть мантук есть мафум предпочтение отдается чему мантук потому что сказано прямо и озвучено и тогда уже мы не говорим о том щас или не щас а тогда уже мы как-то совмещаем этих аддисы ищем на самим говорить и тогда мы что скажем мы тогда скажем что после середины шабана поститься это мокрух это нежелательно это оставление человеком того что лучше но не арам но не запрещено что так скажем или как никто руль ама совмещают говорить если ты до этого не постился до серии шабан тогда уже что не постись но имам ахмад рахмала таля он понял по-другому он понял как что этот ходить когда наступает середина шабана этот ходишь хадис сейчас отклонившись и потому что противоречит хадису абу вурейли который мы с вами сейчас разбираем еще такой пример когда два разные хадисы один хадис шаз то есть речь не идет не об одном хадисе а двух разных хадисах и называется один из хадиса противоречит другому хадису называется щас еще есть такие примеры че я бы радизм у вас чебен самим приводит этот пример че я бы радизм у вас рахмала таля он вот так вот говорит про хадис о запрете носить аз-забль мхаля то есть золото виде кольца кольцевидное золото украшение кольцевидные золотые чем и бенбазг этот хадис о запрете на кольцевидные золотые украшения этот хадис щас щас отклонившийся противоречащий более достоверным хадисом потому слабый потому что хадисы многочисленные поддерживающие друг друга указывают на дозволенность ношения колец и золото женщинами и не может вот этот вот хадис который не передали ни два шейха не бухари не муслим да в своих саги а то есть одессу а уровню ниже гораздо он не может вот так вот указывать на запрещенность когда есть у нас вот такие вот доводы которые поддерживают другой указывают на дозволенность кольцевидного золота для женщин и с точки зрения хукма с точки зрения суждения ислама вот этих золотых украшениях виде кольца кольцевидных короче люсамина не сомневаемся что это для женщин дозволено и нет на них греха если они носят такие украшения и нет греха на их опекунах на их попечителях если они дозволяют им делать это вот столько полезных вещей шархи щебню самина рахима аллаху тааля обратите внимание и все время мы говорим об этом почему важно изучать религию под руководством знающих людей не так что ты читаешь что-то или смотришь что-то сам по своему выбору а именно изучаешь в том порядке с теми акцентами с теми ударениями на которые указывают ученые что ты сам не знаешь что первичнее что приоритетнее что важнее на что нужно сделать больше ударения на что меньше человек когда он сам вот так вот выбирать особенно сейчас в эпоху интернета то многочисленных роликов как он листает соцсети группы каналы и выбирает-ка что-то вот по названию понравилось и он смотрит на послушаю это он не выбирает по принципу это важно это полезно он выбирает по принципу нравится не скучно хорошо оратор хороший тема веселая и так далее занимательная поэтому важно изучать религию под руководством ученых они расставят акценты они поставят ударение поэтому то о чем сказано в куране много о чем в сунне говорится много о чем много говорит сахаба о чем много говорят ульама и мы тоже об этом значит должны говорить много и уделять это много внимания понятно или нет они так что люди берут что-то из религии да это из религии но религия дала это определенное место вот столько в этом большом круге религии они же взяли вот это чему уделяется вот столько времени вот столько вот места в этом круге она находится где то с краю и поставили это в центр круга и сделали что это главным религии а то что было главным в центре и наоборот это куда-то запихнули в угол или вообще что выбросили из круга религии вот чем опасно изучение религии без руководства знающих людей.